Для использования материнского капитала появится новая возможность. Парламентарии рассмотрят законопроект, согласно которому средствами маткапитала можно будет оплатить пребывание ребенка в частном детском садике. Об это и других законодательных инициативах в обзорном материале программы. Музеи страны могут остаться без охраны. С 1 ноября в структуре МВД ожидается сокращение 10% сотрудников. В связи с этим будут увольны работники вне ведомственной охраны на стационарных постах во многих госучреждениях. В том числе и в музеях. Полицию предлагают заменить частной охраной, у которой будет меньше полномочий. Особенно в вопросе применения силы к хулиганам. Руководители музеев уже бьют тревогу, поскольку услуги ЧОПов будут обходиться учреждением в два раза дороже. При этом охрана может быть уже не такой надежной. Министр культуры обратился к президенту с просьбой сохранить в музеях посты полицейской охраны. Родители смогут оплачивать услуги частного детского сада для своего ребенка и средств материнского капитала. Этот законопроект уже готовят в федеральном парламенте. В настоящее время часть средств материнского капитала может быть направлена на оплату некоторых расходов, связанных с получением образования. Теперь в категорию этих услуг попадет и содержание ребенка в частном детском садике. Авторы законопроекта уверены, что это позволит снизить напряженность в семьях, которые не смогли устроить ребенка в муниципальное дошкольное учреждение. Одежда может также попасть под санкции. Глава Ассоциации текстильщиков направил в адрес президента письмо с просьбой ввести указ об уничтожении контрабандных изделий. Речь идет о вещах текстильной и легкой промышленности из стран Евросоюза, задержанных на границе или уже на территории России. Сегодня незаконно возят куртки, пуповики и джинсы. Причем продают их по завышенным ценам. Треть текстильного рынка в России является контрабандной. По мнению авторов обращений, уничтожение санкционной одежды существенно поддержит отечественных производителей.